МНОГО СПОЙЛЕРОВ ВЫРУБАЙ Ни Хаук Шетушата и Эддарда Старка загубили бабы. Сегодня ТОП-5 женщин, из-за которых в жизни Хранителя Севера были одни лишь неприятности и разочарования. Почётное пятое место открывает горячая Эшара Дэй. Они с Нэдом познакомились на Харенхольском турнире, а турниры, как известно, горячат кровь. Неизвестно, насколько близки были их отношения на самом деле. По официальной версии, перед своей смертью она произвела на свет мертворождённую девочку. Поговаривала, что это всё прикрытие, и на самом деле это был Джон Сноу, по крайней мере в книжной версии. В любом случае, Эдвард Старк был крайне опустошён после её прыжка в море с высокой скалой. И после этого очень редко улыбался. А его отношения с Эшарой часто становились предметом перепалок между ним и его женой, Тейтелин Талли. Четвёртое место. Ни кто иной, как младшая сестричка его жены, Лиза Арен. Лиза один из самых ненавистных персонажей всей вселенной «Льда и пламени». Однако всё-таки лишь четвёртое место, потому что она не успела подгадить Неду относительно сильно, как некоторые другие женщины из ТОПа. Весь её вред заключается в письме, где она обвиняет Ланнистеров в отравлении Джона Аренов и отказ её сестре в военной помощи. Всё это делалось по указке её любовничка Петира Бейлиша, великого манипулятора. Но и без её участия конфликт между Львами и Волками был неизбежен. Стройку лидеров открывает никто иная, как старшая дочурка Эдарда Санса. Молодая дурочка всем сердцем влюбилась в Джокри. Постоянно спорила и ругалась с Арией, что-то отвлекало Неда от выполнения его обязанностей, как десницы короля. После его попытки арестовать Джокри, она под влиянием Сарсеи пишет письмо Робу, чтобы он признал Джокри королём, а своего отца изменником и не разжигал конфликт между великими домами. Но самое страшное, что она сделала для своего папочки, убила в нём единственную женщину, которой он был всегда верен, его честь. С условием её сделки за Джокри, о помиловании Неда и его отправке на стену, было официальное заявление Эдарда, что он изменник, а Джокри — истинный король. Нед послушно выполнил это условие, изменил своему долгу и своей чести, которыми он так дорожил. Правда, его это не особо спасло. Второе место — это легендарная Сарсея Ланнистер. Тут и комментарии особо не нужны. Настраивала на каждой лютого волка Сансе, была против назначения Неда десницей короля, постоянно настраивала своего мужа, короля Роберта, против Эдарда. Сама же изменяла ему со своим братцем, прижила трёх бастардов. Потом подговорила о роженосце Роберта Ланцеля, своего кузена, наливать королю более крепкое вино, в результате чего он героически пал в храбрые шкваски скабанов. Её история могла закончиться в конце первого сезона, если бы Эд не был так верен чести. Ему нужно было просто втулкую пойти и арестовать её и её деток силами, которые у него были в наличии. Но вместо этого он как хороший, порядочный мальчик, во всём рассказал Сарсея, да ещё и дал ей некоторое время на подготовку, подумать. И она крайне качественно распорядилась этим временем и была готова с провокацией Диснис. И первое сверхпочётное, сверхпопулярное, недостижимое место. Это, конечно, наша сестричка Неда, Лиана Старт. Безответственная дура. Она наплевала на свою семью, на её безопасность, на здравый смысл. На дрожьбу её брата со своим суженным Робертом избежала с няшечкой, принцем Рейдером, который ещё и женат был. Ай-яй-яй. С этого и начались все страдания Неда. Его никогда не готовили к бремени хранителя Севера, он был младшим сыном. Но судьба распорядилась иначе. Север было некому возглавить после того, как старший братец Эдерда Брандон пришёл, что его сестру любых посетителей и поехал к безумному королю, требовать справедливости. А прознав праве это, гениальный батя двух одарённых братьев, Рикард Старт тоже помчался на всех ветрах в королевскую гавань на помощь сыночке. В результате одного дожарили в собственных доспехах, а второй удавился в попытке спасти его. Ну а такой мелочи, что поступок Лианы стал каким-то там катализатором в развязывании войны против безумного короля, и говорить не надо. Ах да, ещё в сражении у Башни Радости, когда Нед пытался спасти свою сестру, погибли почти все его друзья, кроме Коулендер Ридер. А сестру никто не похищал. На смертном одре, по версии фильма, по крайней мере, она потребовала от Эдишки защищать её сыночца, Эйгона, более известного нам, как Джон Кноу. Естественно, никому-никому не говорить о его происхождении. Нед, как человек, слишком честный, принял эти слова близко к сердцу, и в результате даже своей жене не сказал, что он не изменял ей. И из-за этого они ссорились, она-то думала, что он изменил ей, что Джон это его сыночка. Ну и Кэтилен всю жизнь гнобила и ненавидела бастардес, гнобила его детство. Подумаешь, мелочи. Ну вот, а ещё не всё, куда же без гран-при. А дело в том, что девочки из ТОП-5 гадили Неду при его жизни. Но есть одна особенно злобная особа, которая продолжает ему гадить даже после его смерти. И это, внимание, барабан на дрот, Барбри, мать её, Дастин. Младшая сестра покойной второй жены, Руси, мать его, Болтон. А всё дело в том, что старший брат Неда, Брандон, воспитывался в Баррутоне, в замке отца Барки. Её отец очень-очень хотел выдать одну из своих дочурок за Старка. Но не пошло, обещать не значит жениться. Интрижка с Брандоном у неё была, а до свадьбы так и не дошло. Подумаешь, ну тогда Барбри и её батя обиделись и прицелились на Неда, чтобы выйти замуж за него. Но тоже не получилось, Брандон сдох в королевской гавани, да? Он был помолвлен с Каткой и Тали. И в итоге Нед взял и тоже женился на Катке Тали. Представляете, как она ненавидела Хейтинг? В итоге она вышла за молодого лорда, Виллова Дастина. Но счастье длилось недолго, через полгода он ушёл на войну, на восстание Роберта. И как думаете, где он погиб? В битве у Башни Радости, где они пытались спасти похищенную сестру Неда, которую никто не похищал. И после этой битвы, очень честный, честный правитель Севера Эддард Старк привёз в кости своей сестры Штелианы в Винтерфелл. А кости какого-то там лорда Дастина, мужа Бандри, даже не пригот, а похоронил их прямо там, в Дорге, знать их они нужны. Но с тех пор её тёплыми чувствами к Неду можно весь снег на Севере растопить, вот так вот. И с тех пор его главная мечта это перехватить кости Неда Старков, идущие из корнецей гавани в Винтерфелл, и скормить их собакам. Так что, если вы хороший кшетушонок, ожидайте, что большинство ваших проблем будет из-за баб. Всем пока, и до встречи в следующих видео.